2020 год ознаменовался в России глобальной цифровизацией. Все мы шагнули в онлайны. Как рассказывают эксперты, это связано, во-первых, с пандемией коронавируса и вынужденной дистанционкой, а во-вторых, с переходом на должность председателя правительства России Михаила Мишустина, который ранее поставил налоговую службу на цифровые рельсы. В этом году стало возможным оформлять электронные больничные, голосовать заочно по вопросам ЖКХ, например, выбирать управляющую компанию, заводить вместо бумажных электронные трудовые книжки. Если работник уже имел трудовую книжку, то по его согласию осуществляется переход. Для новых работников с нового года будет осуществляться автоматическое заполнение электронных трудовых книжек. Еще одна новость полезная для автолюбителей – это электронные паспорта на транспортные средства. Плюс в том, что паспорт, во-первых, нельзя будет подделать. И еще одна из задумок этих паспортов фиксировать дополнительную информацию о проведенных техосмотрах и о пробеге, соответственно. И хорошо, что это все-таки произошло. Плохо, конечно, что на фоне коронавируса, но хорошо, что уход в цифровизацию все равно происходит. Но это экономит наше с вами время, потому что это время мы можем тратить на более полезные вещи. А вот на мировых финансовых рынках произошли как глобальные взлеты, так и падения, говорят аналитики. Если в начале 2020 года российская валюта чувствовала себя уверенно, доллар стоил 68 рублей, то затем случилась пандемия и локдаун. В пике доллар поднимался до 82 рублей, а нефть WTI в этом году и вовсе стоила меньше нуля. Бывает, на рынок прилетает так называемый черный лебедь. В данном случае это пандемия коронавируса. Мы видели очень сильные движения как по товарным, так и по фондовым, так и по валютным рынкам. И таких мощных изменений не было на протяжении очень долгого периода. Порядка 16% рубль потерял относительно доллара. В пике это было еще больше. Мы все знаем, что примерно на 82 он находился два раза в этом году. Нефть тоже оказалась в минусе относительно начала года. Порядка 20-25% она потеряла. По прогнозам экспертов, в ближайшее время рынок будет чувствовать себя спокойно, но в дальнейшем возможны скачки, поскольку борьба с коронавирусом еще в разгаре и остаются риски. Своё влияние окажет и политическая ситуация в мире. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События.